Газ почти в пол, но высокая скорость Денису Андроникову не мешает. Заданием на конкурсе профмастерства справился без ошибок. Помогает опыт почти в 20 лет. Все хорошо, ничего не сбито, ничего не задето. Это должны быть постоянные тренировки. Совершенствование навыков. Тренировки, тренировки, тренировки. На другой площадке машины побольше. Управлять грузовиком не так просто, как кажется. То и дело, можно задеть конус из-за габаритов. Эта практика, безусловно, столько лет на грузовой автомобиле отработает. Надо уметь. Но все равно ребята у нас есть, которые обучаются у нас. Тоже достойно выступают. Иногда даже по пяткам наступают. Участники по очереди сменяют друг друга. Их больше 20 из Ярославля и Вологды. Все они выиграли такие же соревнования в своих колледжах и техникумах. Каждый участник качественно выполняет упражнения. Просто есть упражнения, кто выполняет быстрее. И помимо качества, еще время выполнения упражнений. Это сильно учитывается на данном конкурсе. Перед улицей мероприятие в помещении. Это теория из 20 вопросов из базы ГИБДД. Это еще и возможность некой площадки, я бы сказал, на которой встречаются мастера производственного обучения. И если хотите, происходит такая сверху часов. Потому что важно не только то, что ты потратил 5 минут для того, чтобы покрутиться на площадке. И продемонстрировать, как круто ты это делаешь. Не менее важно для нас, по крайней мере, это то, что еще за пределами происходит большое профессиональное, хорошее, качественное, кстати, общение. А победителя определить просто. Это участник с наименьшим временем, затраченным на теорию и практику и без штрафных баллов. А лучшими стали представители Заволжского политехнического колледжа. Денис Андроников в категории «Б» и Александр Васильев в категории «С». Дмитрий Жданюк и Денис Лосев. День в событиях.